Послание апостола Павла к Римлянам, 11 глава, 17-18 стих. Вот если читаете дома Священное Писание, вы сразу ухватываете, что пришел к Римлянам, так я читал. Рим, столица Римской империи. Хорошо понимается тогда, когда ты этим живешь. Чтобы Писание заговорило с нами. Какое место Писание не откроено, обязательно тебя должно коснуться. Это нити, которые оттуда идут сюда. А если уже просто пришел в храм, стоял, ушел, не читаешь, оно даже не чужое, но и не близкое. Оно должно заговориться с нами до разделения души и духа составов и мозгов. Слово Божие судит по мышлению намерения сердечных. Вот это слово, оно судило римлян. Римская церковь буквально разваливалась. Дом, который разделится сам в себе, он не устоит. Понятно? Ну, друг друга против воюют, а враг имеет, надо врага стрелять, а они друг друга стреляют в дом, да он не устоит. А врагу тогда заходи и бери. Когда в 71-м году войска Рима окружили Иерусалим, держали его в осаде, в городе свирепствовали банды вооруженных людей, друг против друга, воины, гарнизоны. И римляне захватили город. Почему? Они искали продукты. Если забегают в мир, то ничего нет. А если человек живой, так выглядит нормально, значит что-то у него есть. И вот пристреливают, ищут везде. Они уничтожали свой народ. И Бог их предал. Вот это состояние было в римской церкви. В Риме было много разных национальностей. Но у веровших, в первую очередь, были евреи. А одни, Слово Божие, пронеслось уже и для греков. И вот в церкви у них был раздор на счет того, кто главный. В честь должен быть пресс-фитер, какой национальности. Ну возьмите, вот в Казахстане и Киргизии они стараются своего председателя иметь. Тогда какой-то им плат, какая-то выгода. Всегда своего проталкивают. Мало того, в Киргизии они на кланы на разные. Какой клан другого могут пристрелить. И апостол Павел говорит так. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общеньком корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Ну кто занимается садоводством, тот знает, прививка есть. Но вы понимаете, что вы-то услышали от евреев. И мы-то от евреев взяли. Корень еврейский. Апостол Павел говорит, ну они отломились. Мы можем назвать еврейский народ отломившимся. Им это неприятно, но Павел так сказал. Ну кто-нибудь спросит, скажет, ну Павел развел вроде бы их. На счет все-таки он был в стороне. Не на чьей. И он показал и те неправы, и другие. Но все-таки, пересчитывая неоднократно, я вижу, что он был более снисходительным к евреям. Почему? Народ любит обиженного. А они были очень и очень обижены в это время. Обижены подозрением, что они убили Мессию, что они его не приняли. Но вот эти люди, которые были в церкви, они уверовали, они были уже христиане. И они говорили, через нас пришел Христос. Через нас Писание вам Бог дал. А они говорят, ну сколько вас тут? Ну тысяча. А ведь остальные это все язычники. Поэтому сядьте, сидите на скамейке. Вы всех пороков поколотили. Кому голову разбили, кого убили. Ну в притче так Господь говорил. И апостол Павел тогда говорит, корень это еврейский. Ну кто держит? Корень или ветку? Ну ветку отломил, новую привел. А если корень перерубил, все погибло. И апостол Павел с этой стороны говорит и нам. Мы находимся как в римской церкви. Все-таки корень еврея. Ну Божья Матерь, еврейка. По плоти Христос еврей. А мы уверовали в Иисус Христос. У нас таких слов-то не было. У нас был Нептун, Перун, там собирали дачь Бог. Во что верили? То вспомни, что не ты корень держишь. Потому что они забыли. И он напоминает им. Вспомните. Вы от кого услышали? А мы от греков. Ну а греки-то от кого? Ну от евреев. Ну так и что тогда? Мы должны быть весьма осторожны с еврейской нацией. Даже с отступниками помнить, что они относятся к тому народу. Они имеют преимущество перед всем миром евреев. Не в том, что умеют хорошо грабить обман. А в том, что им верено Слово Божие. Ну раньше считалось 2896 наций в мире. И Бог избирает одного. Подзывает его. Строй стоит. Представьте. Это длинная очередь. 2000. 3000 человек почти. И ты кто Авраам, Авраам, слушай, что я тебя отвел в сторонку, Бог ему начинает говорить. Верил Слово ему. Запомнил Авраам? Храни. А другие можно сказать, можно, но осторожно. Чтобы никто не досмеялся над Слово Божиим. Евреям верят на Слово Божие. Вообразите мне страшно, если бы в моей жизни не встретилась Библия и Евангелие. Ужас какой. Ясно, что я бы уже отжил, я бы не жил. Это однозначно. Тем более во время перестройки. Я бы обязательно что-то стал делать. А то ничего не надо. Я доверился Богу. Я прошел и даже не заметил эту перестройку. Сколько в моей жизни было таких ситуаций, куда меня водоворотом затягивало. Остановился, сотворил молитву. Счастлив, благословен тот день, когда я услышал Слово Божие. И вы скажите, мы язычники, и мы привитые, приводят. И соки-то идут оттуда. И нам превозноситься не надо. Они отломились. А ты не по природе дикая маслина привился. Тем более ту отломленную легче привить. Вот ту ветку отломил. А теперь ее на этом мере было. А насколько ее легче делать, чем оттуда везти с другого дерева-то. И они согласились, да, так. Ну, успокоились, успокоились. Теперь посмотрим, как это относится к нам. Деяние 2.20.39. Ибо нам, вам принадлежит обетование. И детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш. Привитие происходит через призвание. А вот будут они люди привитые или нет, не знаю. Вот сейчас, прости, Господи, я тут суетился, бегал. Это приехали их 5 человек, бывшие потеряевские, я их не знаю, они все моложе меня, а они меня все знают. Меня пригласили сегодня встретить, а я отказался. Все они в брюках, и мне настолько это неприятно, когда женщины мерзость. Думаю, верующие, побеседовали с ними, что я еще дам. Уехали, я выехал, а слава Богу. Они не уехали. Подъехали, к храму стоят сейчас. Я их не видел. Вышли, здороваются, хватаются. Пришлось бежать за платье, переодевать, завести, показать храм. Одну книгу купили, тут взял у сестры. Кое-что успели сказать. Дал адрес, куда взять, тут придем на занятия. А другие, они ничего нет. И не нужно. Может быть, они придутся, но Бог его знает. Но уже интерес есть. Я мог бы не выходить, они постояли бы, да и уехали. Но ладно ли опять будет, я и так не вышел. Это уже второй раз они стучатся. А может, через ней Господь стучится. И я все оставил и пошел. Поэтому, если кто внешне смотрит, да, я не прав был. Я написал, со службы не надо уходить. А может быть, этот момент привития, она очень расположена. Они их всех переодели, завели в храм, они хотя бы посмотрели, рассчитали. Дальше станут немножко говорить. Торопятся выехать. Но слово это осталось. А на счет мы обязательно придем на занятия. Теперь мы не знаем, кого как звать. Одно не рассчитать, другое на практике уже применить. Это дальним, кого не призовет Господь. А может, и Господь как раз и призывает. Колоссиным Павел пишет 2.13. И вас, которые были мертвы во грехах, и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним. Простим нам все грехи. Да Христос на воскрес тысячу лет назад вместе с Ним. Как будто мы там, видите, как Он переносит. Вместе с Ним. Христос сегодня ночью воскрес, а я оплатился еще две тысячи лет. У Бога нет дней. У Него все в одном. Он сегодня. У Бога ныне, у Бога нет вчера-завтра. Бог вне времени, вне временной. Он бесконечный, вечный. И мы вместе со Христом воскресли, подумаем. Люди справляют Пасху, бегут к пустому уровню. Вы куда идти, когда я тоже воскрес? Пусть они ко мне и бегут тогда. Я тоже воскрес. Вместе с Ним. Научитесь вот этими фразами пользоваться, привлекая душу благодарности Богу. Кефесянам 2.11.13. Итак, помните, что вы, некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемое обрезание плотским, обрезанием совершаемым руками, что мы были в то время без Христа, отчуждены от общества. А Он нас призвал. Мы язычники. Он опять пишет в Кефесской церкви. И Он нас призвал. И мы ветки эти, дикие, привились. И от Кефесянам Он говорит, а как призвал? Через двумирование Христа во Христа, принятие Его как своего Спасителя. А уж про нас говорить не надо, как мы далеко от Кефеса. До Сибири дошло. Кефесианам 3.6. Чтобы язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе, посредством благовествования. То есть привитие ведется через благовествование. Я когда готовлюсь к проповеди, бывает и сотен мест Писаний, я должен только одном выбрать, не могу же я все считать. И всегда думаю, ну передо мной-то были люди, и бископы, они же все это считали. Как можно это было не видеть? Народ надо было привить через благовествование. А какое благовествование, когда ничего не знает? Пришел в службу, отстоял и пошел. Это надо быть полностью помраченным. Помраченная Русь. Никакая, не то что она не святая, она никакая. Посредством благовествования. Да если бы все так учили, как ныне свидетели Иегова, называется, ходят. Да никаких мусульман-гудистов бы не было на земле. Когда каждая бабка идет свидетельствовать, каждый ребенок другому говорит о Христе. Ничего не знают, вот они наши беременские, они ничего не знают, они здесь жили. Пять человек, и они ничего не знают. Просто с чистой места. А почему не знают? Да видите, наши родители коммунисты были. А вот что, мы туда боялись коммунистов. Отец нам говорил, эти люди все могут сделать. Самое-самое плохое, как они раскулачивали. Поэтому они деревенские, а я их не знаю. Мы боялись даже на их двор смотреть. Там живет коммунист. Там страшный дракон. У нас такое было понятие. И через это Бог нас привел к принятию Христа. Галатам 2.15 Мы по природе иудеи, а не из язычников грешники. Видите, как апостол Павел говорит. А евреи разве не грешники? Да, грешники. Но если уже брать какой-то меркой, конечно, не такие грешники. Они знали кошерную пищу, чистое и нечистое. Язычники ничего этого не соблюдают. Они этого не понимают. Неправильный закон. Он не богооткровенно, а словами переложил Магомед, мусульманам дал. И все равно смотришь на них, как они одеты, приятно, женщины, как будто из нашего храма вышли. Я вот привез сейчас, показываю людям, как они их учат, стараются, мамы и дети все знают. Я вот привел, у всех сейчас есть двухлетняя девочка-мусульманка, ей вопросы, 30 вопросов задают, 2 минуты всего смотреть. У нас ни один взрослый не ответит на эти вопросы. Мы по-своему должны знать. И она на все отвечает двухлетняя. Кто утвердил Коран? Какое назначение? Она говорит, главное назначение – славить Аллаха. А самый большой грех какой? Она отвечает, много Божие. А мы что утверждаем? Единобожие. А какая утренняя молитва? Она читает. А какой рукой брать пищу и питье? Она говорит, правая. Она отвечает на все. Два года. Она двигается, говорит, просто посмотреть надо будет вам всем. Я отсюда делаю вывод. Как мы перед Богом виновны, когда, имея чистейшее христианское учение, детям это не преподают как должно. Учите их, что они легко запоминают разные даты. Но у нас даже ребенка нет двухлетнего такого. А ты начинаешь говорить, она уже уснула, все. Пойдем. А мертвым сном она уже спит. Разбуди. Она упадет, грохнется. Это наши дети. Ей даже мужа никакой нет. Стать всем, кого сон плодит. Ничего они не знали и знать не будут. А как она отвечает? Мусульманки отвечают. Какая женщина семь ремнян убила? Такая-то. То есть из нее уже бухнетик террористов готовят. А у нас только слово скажи, она уже опрокинулась, упала, спит. Мы что, это не ведьмы, что ли? Да нам до мусульман еще грестить 1400 лет. А до христиан никогда не дойти, если так будем относиться. Утропы ленивые. Исайя 27.11. Когда ветви его засохнут, их обломают. Это о нас говорится. А то сухие ветки растут. Она не насторожена. Слово Божьего говоря, она в ряду упала. А ее к храму не готовят. Да ее бы положили, как у нас в лагерь. Мы храму готовим. В субботу. Никогда днем не спят. Только в субботу. И то не спят. А в вашем доме? Да вот ты с утра бы ее 10 раз перепроверил. Смотри, не засни в храме. Смотри, горе кто заснет. Придет жених. И они не войдут. Будьте, если сейчас скажут, не знаю вас. Пришла спать в храм. Я вспоминаю, ко мне приехал один проповедник. Баптистский. Ну и вышел на каждую. Смотрит, а пол храма. Древнюю бабушку. Братья и сестры, громко не говорите. Наши дорогие сестры, они устали. Они отдыхают, пришли сюда. Видите, как они сладко здесь заснули. Голос такой убаюкивающий. А потом как голос повысил, да как крикнуть. Что? Нажрались жирного спать, пришли сюда. Как все сразу утрогнули. Надо готовиться. И при том, очень сильно готовиться. Потому что мы дикие ветки. Мы привились очень большим трудом. И только пламенали тому, что место освободилось. Бог отрезал другие ветки. И нас отрежет. Нам еще легче отпасть, чем евреям. Когда ветви засохнут, их обломают. Женщины придут и сожгут их. Почему? Так как это народ безрассудный. То не сжалится над ним творец его. И не помилует его создатель его. Вот ответ. А засохшие что? И соки не текут. Он спит. Там соков нет. Ну видите, засохшие ветки чем отличаются? А у листьев нет. Плодов никаких нет. А сразу вопрос. А не я ли? И секира лежит у корня дерев, Господь говорит. И не дрогнуло сердце. Ты все время говори. Когда Господь сказал ученикам, один из вас предаст. Как они заволновались? А не я ли? Не просто сказал, один из вас опоздает в храм. А то предатель. И в каждую с себя улетал Иуда. Не я ли? Не я ли? А здесь говорю конкретно. Засохшие ветки. Она спит, даже нужды никакой нет. Это не настороженное состояние семьи. Это индикатор. Дети это индикатор их воспитания в семье. Привейте детям страх Божий. Идете в храм, глаз не сомкни. Я сколько раз говорю, не садитесь. Столуни не играют, не сядут. Как в храм приходят, так падают. Мы православные. Надо уметь стоять. Матфея 21, 43. Потому сказываю вам, что отнимется от вас царство Божие, тогда оно будет народу, приносящему плоды его. Бог пообещал. Конечно, это хевреям сказано было. Но это относится и к нам. Мы должны приносить плоды бодрствования. Я слагаю слова в сердце. А Мария слагала слова, которые слышала в сердце своего Дева Мария. Вот кому надо подражать, девочки. Прис на Деве Марии. Матфея 8, 11, 12. Говорю же вам, что многие придут с Востока и с Запада, и возляут с Авраамом, Исааков и Иаковом в Царстве Небесном. А сыны царства извержены будет во тьму внешне, и там будет плащ и скрежет зубов. Этого просить Христу они никак не могли. Они считали, что все они избраны. А представьте, мы сын новообразим, что Господь скажет, и православные будут извержены во тьму внешне, а сектанты, которые обратятся, войдут в церковь перед смертью, и я их обеду туда. Вот боль это нам будет где. Почему? Они любили Слово Божие. Если бы эти люди, которые приехали, любили Слово Божие, у нас бы разговор был не такой. Они только спрашивают, а в какой книге про деревню про нашу написано? Им пока не царство небесное. Пока деревни хватает. Про деревню где написано? Понимаете, а царство небесное, оно далекое, непонятное, да и есть ли оно, раз я его там не видел. А мы только все время должны спрашивать, а там будет говорить про Христа, куда я иду? А там о Христе есть, книга, которую дают тебе, фильм, который... А там есть души, чтобы до царства небесного вести. Вопрос такой задавайте. Псалом 51.10 А я, как зеленеющая маслина в доме Божием, и уповая на милость Божию во веки веков. Давид сам определил свое состояние, видя вокруг отступление от Бога. Он смотрел на свою жизнь, а видел, что она не похожа. Она благословенная. Я удобно дружил с Иоаннафаном. Иоаннафан любил, когда он пел. Какие же псалмы он пел, ничего не сказано. Почему так сердце Иоаннафана прилипилось к нему? И любовь была, говорит, больше любви женской. Вот ты насчитаешь, а он говорит, я как зеленеющая маслина в доме Божием. Я кем являюсь в доме Божием? Кем я являюсь в деревне, в районе, в государстве? Являюсь ли зеленеющей маслиной в стране российской? Эти вопросы ставить надо сегодня. Перед самым правлением нынче лагерь, так случилось, как ни один год мне пришлось быть с книгами в союзе писателей. И бывший его председатель, у них называется первый секретарь, мне хорошо знакомый, и мы все беседовали и беседовали. Звать его Владимир. Он работал в органах милиции когда-то, а теперь получает разные награды, писатель такой стал. И мы сидим рядом, и я ему говорю, мне осталось быть в командировке чуть побольше года. Лет человеческих 70 лет, а мне уже 69. Как так? Я говорю, так 70 лет, Давыд сказал. Да ко мне осенью 70. Это что, уже все? Все, дорогой? Приготовься, покайся, приберись с Богом. Он внимательно слушал. Я оставил книгу, чтобы другие писатели посчитали. Вчера сообщают. Позавчера попал в барю. Поехал на Чернильское кладбище, и не видели, там пояс идет. И его вагоном взяли, видимо, тащило, резало, и только книжки у него разлетелись, по книжкам определили, кто там в машине. Только. Его нету. И ни один год я так долго с ним не беседовал, так близко не было. Перезванивались, говорили, он не держал большую операцию на сердце. Это очень известный. Его даже рассказы вошли, где-то в учебник вошел, в какой-то детский, он там про зверюшек писал. И все, и как будто никогда не было. Я все перебираю сейчас. А что я не успел ему сказать? Нет, вроде бы все. Все. Даже стихи ему тут из книги почитал. Он говорит, а у меня таланта нет стихи писать. Я не могу. Прочитал, да кто у вас все про Бога? Так это повыдемлялся. Принял он, не принял, я не знаю. Открытое лицо. Желание он принял. А если он не принял? И может быть я плохо старался. Я второй день хожу. И странно, его нет там. Как же нет его? Такой человек известный. Они вам столько печатали. Говорили. В чем состав, в том и сужу. Сухая ветка, значит сухая пойдет. Зеленеющая, значит зеленеющая. Не все время мы вот так вот будем стоять здесь. Эти люди приехали, 40 лет здесь не были. Увидали. Уехали. А другие приедут, чтобы нас грабить, сжигать. Бог может допустить такое. Ведь мы совершенно безоружные. Совершенно все спят ночью. Всех, кого в поведении никто не увидит и не узнает. Да под какой же дивной мы защитой Божией. Господи, а ты чего ты все это нам дал? Чтобы Бога славили. Мы привились к этой маслине. И всегда говорили, смотришь на какую ветку. Вот опробуй. Подойдите и скажите, вот эту ветку если отрезать, а другую дикую. Обычно к дикой, ну какой? Плодорода, которая много плода приносит. У нас тут дички, от них прививают. А мы наоборот. Дикие привились, хорошие. Прививки так не делают. Кто же мы такие? Да неужели мы не оправдаем надежды садовника? И он приходит год за годом, три года, и плода нету. Сруби эту смоковницу. Это все говорится о нас. Я думаю, в Иеринской церкви, когда мы получили это все, и просчитали, и как евреи теперь посмотрели, как мы получили незримую похвалу от апостола Павла, как язычники присмирели. Вот как. А мы все это отбросили, возвышаемся, а на самом деле мы все-таки вторичные. Первое, это евреи. И может быть, вышли какому Аврааму, которому досаждал, вышел и сказал Авраам, прости меня. Я совершенно про это забыл, чтобы дикая маслина там привелись. Речь идет о евреях, которые уверовали, которые были в церкви. Да, 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 нам Господь силу, чтобы соки и от корня, которые идут, то есть от еврейского народа, из Ветхого Завета, из Нового Завета, полностью пропитали нас, чтобы мы принесли те плоды, которые ждет от нас наш Спаситель. Аминь. Аминь.